Добрый день, глубоко уважаемые коллеги и гости! Сегодня 18 мая 2021 года, 15 часов московского времени. Позвольте заседание диссертационного совета по защите диссертации Мордвиновой Арины Эдуардовны на соискании ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08-0014 «Мировая экономика» на тему «Государственная политика ревитализации старопромышленных регионов в практике зарубежных стран считать открытым». Приказом ученого-секретаря Санкт-Петербургского государственного университета Гнётова Александра Валентиновича от 10 марта 2021 года за номером 1705-1 я, Ефимова Елена Глебовна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры мировой экономики СПБГУ, назначена председателем данного диссертационного совета. И этим же приказом утверждены члены диссертационного совета. Разрешите их представить. Навродская Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры мировой экономики СПБГУ. Коростышевская Елена Михайловна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономической теории и экономической политики СПБГУ. В режиме удаленного доступа у нас находится Вардомский Леонид Борисович, доктор экономических наук, профессор, заведующий центром постсоветских исследований, главный научный сотрудник Института экономики Российской Академии наук. Вы нас видите и слышите? Леонид Борисович? И вижу, и слышу. Спасибо. Тадеуш Треякевич, доктор географических наук, профессор факультета социально-экономической географии и пространственного менеджмента в университете имени Адама Мицкевича в Познане, Польше. Вы нас видите, слышите, Тадеуш? С нами присутствует также соискатель Мардвинова Арина Эдуардовна. Также на заседании присутствуют научные руководитель соискателя Мальцев Андрей Александрович, доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра региональных компаративных исследований Института экономики Уральского отделения Российской Академии наук. Андрей Александрович в режиме удаленного доступа находится. Андрей Александрович? Добрый день, все слышно и видно. Спасибо. Для улучшения качества связи прошу вас, уважаемые коллеги, находящиеся в удаленном режиме, выключать свои микрофоны, но, пожалуйста, не забывайте их включать, когда вам будет предоставлено слово. Сообщаю также, что ведется аудио-видеозапись нашего заседания и прямая трансляция на сайте Санкт-Петербургского государственного университета. Осуществляется синхронный перевод выступлений с русского на английский язык и с английского на русский. На прямой трансляции заседания диссертационного совета в данное время размещен адрес электронной почты, по которому в течение заседания все слушатели могут высказать свое мнение и направить вопросы соискателю онлайн. Эти вопросы должны касаться диссертации соискателей и текущего научного обсуждения его выступления. Ну и таким образом мы расширяем нашу дискуссию. Эти вопросы техническими службами будут направлены мне и я их озвучу во время дискуссии. Вопросы должны иметь отношение к выступлению соискателя и содержанию его диссертации. И, пожалуйста, обязательно укажите ваши фамилии, имя, отчество, должности, место работы. Я имею в виду авторов вопросов. Вопросы, не имеющие отношения к научной дискуссии, к обсуждению диссертации, к тексту диссертации, к оценке самой диссертации, и анонимные вопросы озвучиваться не будут. В соответствии с порядком присуждения в Санкт-Петербургском государственном университете ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук, утвержденным локальными нормативными актами Санкт-Петербургского университета, далее будем использовать слово «порядок», засчитание диссертационного совета считается правомощным, если в его работе принимают участие не менее двух третей от утвержденного состава диссертационного совета, но не менее четырех человек. Наш диссертационный совет состоит из пяти человек, присутствуют все пять, в том числе два члена совета будут работать в удаленном интерактивном режиме. Со всеми членами диссертационного совета и соискателем обеспечен аудиовизуальный контакт. Таким образом, кворум есть. Устанавливаю следующий регламент сегодняшнего заседания диссертационного совета общей продолжительностью ориентировочно два часа. Первое. Краткая информация председателя о соискателе и представленных соискателем ученой степени документов, их соответствии установленным требованиям. Также ответы на возможные вопросы. Примерно пять минут. Второе. Краткий доклад соискателя ученой степени, отражающий основные положения своего исследования. Арина Удардовна, вам будет предоставлено 15 минут. Третье. Вопросы к соискателю строго по его докладу. Не более двух минут на один вопрос. Четвертое. Ответ соискателя. Не более пяти минут на все вопросы. Пятое. Выступление всех членов диссертационного совета поочередно со своей оценкой диссертационного исследования и выступление соискателя с вопросами и предложениями к диссертанту. Примерно десять минут от выступающего члена диссертационного совета. Шестое. Выступление председателя со своей оценкой диссертационного исследования. Примерно десять минут. Седьмое. Ответы соискателя ученой степени на вопросы и замечания членов диссертационного совета. Не более 20 минут. Восьмое. Открытая дискуссия выступления по желанию присутствующих на защите лиц с кратким изложением своих позиций или конкретными вопросами и предложениями к диссертанту строго по теме исследования. Не более двух минут на каждого желающего. При этом всех желающих просим зарегистрироваться в регистрационном листке и перед своим выступлением полностью представиться. Девятое. Представление председателем вопросов в адрес соискателя, пришедших в порядке обсуждения его выступления и научной дискуссии по трансляции заседания диссертационного совета на сайте СПБГУ. Обращаю ваше внимание, что письменные вопросы, оглашение которых занимает более двух минут, озвучиваться не будут. Десятое. Ответы соискателя не более двух минут на каждый вопрос. Одиннадцатое. Выступление научного руководителя соискателя не более трех минут. Двенадцатое. Обсуждение членами диссертационного совета перед голосованием результатов защиты, во время которого звук трансляции будет отключаться. Это займет примерно пять минут. Тринадцатое. Открытое поименное голосование, подсчет голосов председателем диссертационного совета с занесением результатов в протокол заседания. Четырнадцатое. Принятие решения о присуждении или неприсуждении ученой степени. Пятнадцатое. Заключительное слово соискателя. Арине Эдуардовне будет предоставлено не более двух минут. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы или возражения по данному регламенту? Нет вопросов, коллеги. Если возражений нету, перейду к реализации регламента заседания. Прежде всего, прошу отключить звук у мобильных телефонов. А уважаемых коллег по диссертационному совету, находящимся в удаленном режиме, прошу телефоны не выключать для оперативной связи с вами в случае технических сбоев. Большое спасибо за понимание. Итак, приступаю к ведению заседания. Диссертация Мордвиновой Арины Эдуардовны на соискание ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 080014 «Мировая экономика» на тему государственная политика ревитализации старопромышленных регионов практики зарубежных стран, принято к защите приказом ученого секретаря СПБГУ Гнётова Александра Валентиновича от 2 февраля 2021 года за номером 797-1. Арина Эдуардовна Мордвинова написала свое диссертационное исследование на базе Уральского государственного экономического университета. Научным руководителем ее является доктор экономических наук, профессор, ведущий научный затрудник Центра региональных компаративных исследований Института экономики Уральского отделения Российской академии наук Мальцев Андрей Александрович. Количество публикаций соискателя, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, согласно представленному списку, составляет 14 работ. Из них в рецензируемых научных изданиях из перечня утвержденного Миноборнауки Российской Федерации 3 публикации, в изданиях, индексируемых в наукометрических базах данных Web of Science и Scopus 2 публикации. Соискатель представил ученому секретарю СПБГУ Гнётову Александру Валентиновичу полный пакет документов для принятия к рассмотрению и защите диссертации. Все документы соответствуют пункту 12 из раздела 3 порядка. Все представленные соискателем документы на получение мной информации от куратора соответствуют требованиям и хранятся в аттестационном деле соискателя. Копии есть у сотрудника отдела по обеспечению деятельности диссертационных советов, которые сейчас присутствуют на данном заседании. Уважаемые члены диссертационного совета, перед тем, как предоставить слово соискателю, есть ли у вас общие вопросы к соискателю, в том числе, есть ли необходимость рассмотреть весь список документов, представленных соискателем на защиту? Нет. По-видимому, у членов диссертационного совета, находящихся в удаленном режиме, тоже нет. Поэтому приступаем к содержательной части нашего заседания. Арина Эдуардовна, вам слово, пожалуйста, 15 минут. Следите за регламентом. Хорошо. Благодарю вас. Спасибо. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, позвольте представить вашему вниманию доклад на тему государственной политики ревитализации старопромышленных регионов в практике зарубежных стран. Цель проведенного исследования заключалась в уточнении теоретических подходов к пониманию сущности старопромышленных регионов, выявления особенностей зарубежного опыта участия государств в ревитализации их экономики для составления базового алгоритма разработки стратегии развития старопромышленных регионов в мировой практике. Для решения данной задачи систематизированы теоретические исследования по вопросам старопромышленных регионов отечественных и зарубежных исследователей. Проведен кейс в стадии развития СПР, старопромышленных регионов, соответственно, разных стран. Выполнен критериальный сравнительный анализ участия государства в восстановлении экономики таких регионов. В результате исследования получены и выносятся на защиту следующие наиболее значимые научные результаты. Они представлены на слайде 3. Остановимся на первом защищаемом положении. Доказана неоднородность старопромышленных регионов или СПР как экономической категории и разработан подход к их типологизации, предусматривающий деление на классические и догоняющие старопромышленные регионы. Арина Удардовна, извините, пожалуйста, я на секундочку вас прерву. Технический перерыв номер один. Леонид Борисович Вардомский. Леонид Борисович, вы с нами? Я просто за ручкой отошел. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Технический перерыв номер один закончен. Арина Удардовна, извините, пожалуйста, продолжайте. Хорошо, спасибо большое. О неодородности старопромышленных регионов свидетельствуют различия как в теоретических подходах к пониманию их сущности в разных странах, так и непосредственно в историческом развитии таких регионов, проявившихся на рубеже 2010-х годов. В теоретических работах, как показывают некоторые примеры на слайде 4, до этого рубежа старопромышленные регионы трактовались преимущественно как наследие промышленной революции, пришедшей в упадок во второй половине 20 века по ряду внешних и внутренних причин, включая устаревшую материально-производственную базу, внутренние проблемы, неспособность быстро реагировать на внешние вызовы, рост внешней конкуренции и так далее. Однако относительно недавней работы в этой области преимущественные исследователи из развивающихся стран акцентируют внимание на более поздних сроках восстановления и деиндустриализации старопромышленных регионов, подчеркивают связь промышленного спада в них с началом рыночных реформ в стране или вообще избегают какой-либо привязки этапов развития СПР к конкретным историческим периодам. Эти различия подтверждены результатами проведенного сравнительного анализа развития СПР 12 стран мира. Удалось выявить две основные группы старопромышленных регионов. Поэтапное развитие регионов первая группа схематично представлена на слайде 5. Ее составляют старопромышленные регионы, зародившиеся в Манчестере, Великобритании, Рурии, Германии, Лиле, Франции, появившиеся позднее СПР США, Питтсбург, Детройт и некоторых стран Центральной Европы, например, Лоси, Верхняя Силезия в Польше, Мораско-Силезский край в Чехии. Именно они выступают объектом большинства исследований проблематики СПР до середины 2010-х годов. На слайде 6 схематично представлены этапы развития регионов второй группы. К ней авторам отнесены бывшие ведущие производственные центры в азиатских странах Японии, Республике Корея, Китая, а также некоторых странах Латинской Америки. В отличие от регионов первой группы, эти территории закрепились в качестве индустриальных центров лишь ко второй половине XX века, но в 2010-х годах перешли в фазу кризиса, фактически повторив путь, пройденный СПР Европы и США. Именно этим фактом объясняется появление в экономической науке расхождений в понимании этого термина в данный период. Выявленная неоднородность СПР позволила выделить два типа старопромышленных регионов в соответствии с представленными группами – классические и догоняющие. Их объединяют такие черты, как высокая доля промышленного производства в структуре экономики, доминирование нескольких крупных промышленных предприятий, уязвимость к внешним факторам, единый цикл развития, наличие общих черт позволяет идентифицировать эти регионы как разные вариации одного и того же экономического явления и доказывает применимость по отношению к ним общего собирательного термина «старопромышленный регион». В то же время удалось выявить ряд критериев, позволяющих разграничить классические и догоняющие СПР. Они представлены на слайде 7. Согласно им, классические СПР характеризуются средней продолжительностью периода экономического роста около 100 лет минимальным участием государства в формировании и индустриализации, благоприятными достаточно условиями внешней среды в периоды роста и расцвета, совпадением периодов их роста с доминированием соответствующего их специализации технологического уклада и конкурентными преимущественно, основанными преимущественно на технологическом лидерстве. Регионы второго типа отличаются более поздними сроками формирования, более короткими стадиями расцвета и индустриализации, превалирующие роли государства в создании и поддержании конкурентных преимуществ, базируются на технологиях уже замещенных технологических укладов и часто сталкиваются с противодействием со стороны развитых стран в периоды роста и расцвета. Второе защищаемое положение. На основе проведенного анализа вводится понятие старопромышленный регион догоняющего типа, как старопромышленный регион, сформировавшийся при активной государственной поддержке на основе технологий замещенных технологических укладов и использующие для продвижения промышленной продукции на внутреннем и зарубежных рынках, в основном ценовые и конкурентные преимущества, основанные на более низкой стоимости фактора производства. В отличие от представленных в экономической науке трактовок термина СПР, предложенные автором определения относятся исключительно к догоняющим СПР, позволяют избежать дублирования определения СПР в целом и подчеркивают наиболее значимые характеристики этих регионов, выделим главные из них. Во-первых, из СПР догоняющего типа отличаются определяющие роли государства в процессе индустриализации и развития. В Донбэе в 2000-х годах на государственные корпорации в Китае приходилось свыше 2 трети валов оригинального продукта, а в 2013 году их доля составляла 50%, при среднем по сравнению с уровнем 30%. Автомобильная промышленность Сан-Паулу в Бразилии сформировалась в 50-60-х годах прошлого века с началом активной протекционистской политики правительства страны. Для сравнения, индустриализация классических СПР проходила как естественный экономический процесс по мере распространения научных и технологических достижений, а ведущую роль в нем сыграли несколько конкурирующих друг с другом промышленных предприятий, достаточно крупных для внедрения технологий массового производства и создания высоких входных барьеров в отрасли. Например, такими оказались Ford General Motors в Детройте, в США. Стоит отметить, что в отдельных классических СПР государство также играло активную роль на некоторых этапах развития. Например, период плановой экономики в Польше и Чехословакии создал достаточно тепличные условия для развития СПР. Однако, в отличие от догоняющих СПР, классические уже имели доминирующий производственный сектор к моменту перехода к плановой экономике, в то время как в догоняющих он сформировался как результат государственной политики. Во-вторых, догоняющие СПР базируются на технологиях уже замещенных технологических укладов. Все азиатские старопромышленные регионы, специализирующиеся на добычу угля, черной металлургии, машиностроении, перешли в фазу активного роста почти через 100 лет после замещения соответствующего им технологического уклада. А латиноамериканские СПР, специализирующиеся на цветной металлургии, автомобилестроении, начали этап индустриализации после замещения четвертого технологического уклада. Классические СПР, в свою очередь, преимущественно формируются на этапе доминирования соответствующих специализаций технологического уклада. Третья черта. Ввиду развития промышленности на базе устаревших технологий для продвижения собственной продукции на этапах индустриализации и роста, догоняющие СПР используют ценовые конкурентные преимущества, основанные на дешевых факторах производства, дешевой рабочей силе преимущественно и государственной поддержке. Об этом косвенно свидетельствуют, например, попытки некоторых западных стран ограничить реализацию продукции азиатских СПР. Так, в 2000-м годах Европейский Союз обвинил деппинги, например, южнокорейских судостроителей. В 2016-го года действуют антидеппинговые пошлины в отношении китайской, корейской стали и металлических изделий. Третье защищаемое положение. Выделены пять моделей государственной политики ревитализации СПР. Американская, западноевропейская, центральноевропейская, азиатская и латиноамериканская. Установлено, что общим началом во всех случаях является непосредственно участие государства в решении экономических проблем СПР и отдельных отраслей их специализации. Различия состоят в основном в степени вовлеченности различных уровней власти, их функциях и основных целях государственной политики в отношении СПР. Они представлены на слайде 9. Сравнительный анализ позволил выявить сильные и слабые стороны каждой модели. Особенностью западноевропейской модели является разработка индивидуального подхода к решению проблем каждого региона при максимальной координации усилий всех уровней власти в создании новых точек роста. В то же время модели имеют ряд недостатков. Среди них высокая зависимость результата от инициативности региональных властей, существенные финансовые временные сдержки на внедрение индивидуальных программ, сохраняющаяся острота социальных и экологических проблем и в отдельных случаях утрата регионами их производственного потенциала. Примером достаточно успешной ревитализации СПР в рамках западноевропейской модели может служить, например, превращение британского Манчестера и из бывшего центра текстильной промышленности в культурный центр страны за счет развития креативных индустрий. Например, только в 2017 году регион посетил свыше 700 тысяч музыкальных туристов, которые принесли достаточно ощутимый доход городу. Центральная европейская модель отличается стремлением властей к приоритетному сохранению промышленной специализации каждого СПР. Ее сильными странами являются сохранение индустриального потенциала, развитие новых отраслей промышленности, содействие центральных властей местным инициативам и поддержка социально узвимых слоев населения в процессе реформ. При этом привлечение иностранных инвестиций позволяет частично компенсировать достаточно высокие государственные расходы на реализацию данной модели, что является одной из ее узвимых сторон. Среди прочих недостатков, в зависимости от результата от участия инвесторов, муниципалитетов, недостаточно низкая инновационная активность и сохраняющаяся острота экологических проблем. В рамках данной модели заметных результатов достиг регион Верхняя Селезия в Польше, который сумел перепрофилироваться с добычей угля и черной металлургии на производство электроники и автомобилестроения. Здесь занятость шахтеров сократилась на 73% к 2012 году, но сформировался автомобилестроительный кластер, в котором занято почти 60 тысяч человек. Американская модель ориентирована прежде всего на защиту национальной промышленности в целом, без учета потребностей отдельных территорий или регионов. Ее отличают защиты производителей на центральном уровне, стимулирование инноваций и низкие государственные расходы на поддержку неэффективных производств и отраслей. В то же время среди уязвимости модели незащищенность рабочего класса, отсутствие масштабной поддержки населения старопромышленных регионов, зависимость результата от взаимодействия местных властей и бизнеса, несогласованность действий разных уровней власти. И такое сочетание черт делает возможным существование в рамках американской модели достаточно противоречивых примеров противоположных. Например, на фоне Детройта, ставшего крупнейшим муниципальным банкротом в истории США, выделяется пример Питтсбурга, достигшего значительных успехов в развитии инноваций в промышленности. В частности, в 2000-х годах регион получил статус исполнителя заказов для НАСА, а с 2010-х годов наладил производство специальных сплавов для нужд аэрокосмической промышленности. Особенностью азиатской модели выступает подчиненность региональных стратегий и центральным установкам по поддержанию общей конкурентоспособности экономики страны. К ее преимуществу можно отнести последовательность государственной политики, решение системных проблем обрабатывающей промышленности, финансовую поддержку населения и сохранение потенциала обрабатывающей промышленности страны в целом. Вместе с тем, такой подход требует значительных финансовых ресурсов, провоцирует кризис в отдельных отраслях экономики, сохраняет зависимость промышленности этих регионов от государственной поддержки и исключает возможность адаптации, практически исключает общие стратегии для нужд конкретных регионов. Пока заметных успехов в реализации данной стратегии достиг городской округ Фусинь в китайском регионе Дунбэй. Здесь регион с нуля развивал ветровую энергетику для снижения зависимости от добычи угля и черной металлургии, и очень существенно нарастил мощности по производству ветровой электроэнергии. Однако последние годы китайский Дунбэй также делает ставку на развитие высокотехнологичных производств. Например, в 2020 году здесь, в провинции Леонид, на 33,5% выросли инвестиции в производство оптического волокна, литиевых батарей, переработку редкоземельных металлов. В провинции Дзилинь за этот год на 47% увеличилось количество высокотехнологичных производств. Латиноамериканская модель отличается ориентацией властей на сохранение базовых отраслей специализации СПР, преимущественно за счет роста частного сектора. Как положительные моменты отметим многоплановую защиту производителей на центральном уровне, низкие государственные расходы за счет привлечения иностранных инвестиций и стимулирования инноваций в промышленности. Ее слабостью выступает низкая социальная ориентированность, отсутствие масштабных программ переобучения персонала, создания новых рабочих мест и их высокая зависимость от интересов стратегических инвесторов в регионе. В рамках данной модели, например, региону Сан-Пауло в Бразилии, до сих пор недавно удалось убедить главного инвестора General Motors отказаться от идеи закрытия завода и инвестировать в его развитие свыше миллиарда долларов в долгосрочной перспективе, но в обмен на уступки в вопросах индексации зарплат работников. Тем не менее, модель только на стадии формирования находится, и кризисные явления в регионе пока сохраняются. В 2019 году производство автомобилей здесь находилось на уровне 67% от показателей 2012 года, а в условиях пандемии в 2020 году регион, к сожалению, оказался лидером в Бразилии по количеству сокращений и увольнений среди работников. Четвертое защищаемое положение. На основе обобщения зарубежной практики 19 старопромышленных регионов 12 стран мира определен базовый алгоритм разработки государственной стратегии гравитализации экономики старопромышленных регионов. Его этапы и их сущность схематично представлены на слайде 11. И систематизирован пакет задействованных при этом инструментов. Анализ зарубежных примеров развития СПР показал, что эта проблематика постоянно находится в поле зрения государства. Во всех случаях государство предпринимало попытки в том или ином виде восстановить экономику своих старопромышленных регионов. При этом в азиатских странах актуальность этих задач, и в латиноамериканских, она только усиливается. Соответственно, данный алгоритм представляет высокий практический интерес. На каждом этапе отслеживается разграничение зон ответственности между участниками, конкретизируется характер взаимодействия государства и бизнеса, уточняются источники финансирования программы действий, которая настраивается индивидуально под потребности каждого старопромышленного региона. При всем многообразии возможных стратегий ревитализации СПР зарубежной практики, как правило, применяется схожий комплекс экономических и управленческих решений. Производительный анализ позволил выявить 8 групп таких инструментов. Они представлены на слайде 12. Обращаю ваше внимание, что буквы CRM здесь, соответственно, обозначают уровни власти – центральный, региональный, муниципальный. Предложены возможные комбинации инструментов для каждого из четырех базовых сценариев ревитализации СПР. Их сочетание, масштабность применения, объемы финансирования участники определяются индивидуально для каждого региона и позволяют сформировать в результате уникальную стратегию ревитализации СПР. Таким образом, количество старопромышленных регионов в мировой практике существенно больше, чем считалось ранее. При этом новые кейсы имеют свою специфику. И государственная стратегия ревитализации СПР в этих условиях не должна опираться исключительно на европейский или американский опыт, но также учитывать практику других стран. Универсальной стратегии ревитализации СПР не существует. Однако ключевым фактором возрождения экономики таких регионов во всех случаях практически являлось обязательное участие органов государственной власти на центральном уровне. Без их поддержки даже самые интересные инициативы местных региональных властей или бизнеса обычно были обречены на неудачу. И наибольший положительный эффект достигался при координации всех уровней власти, включенности в этот процесс бизнеса и поддержки населения. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Арина Эдуардовна, большое спасибо за ваш доклад. Вопрос к членам диссертационного совета. Есть ли вопросы к соискателю строго по докладу, отражающему основные положения исследования, по содержанию диссертации, по выступлению, которое было только что сделано? Пожалуйста, ограничивайтесь двумя минутами на каждый вопрос. Уважаемые члены диссертационного совета, присутствующие или находящиеся в удаленном режиме. Можно задать вопрос? Да, да, конечно, Елена Михайловна. Арина Эдуардовна, скажите, пожалуйста, какой опыт следует извлечь... Ближе микрофон возьмите. Какой опыт следует извлечь российским регионам из мирового опыта разработки и реализации государственной политики и револитаризации старопромышленных регионов? Значит, это первый вопрос. И второй вопрос. Какие здесь просматриваются дальнейшие направления исследований вот в данной области? Елена Михайловна, спасибо большое за вопросы. Начну с первого по порядку. Что касается опыта, который можно заимствовать в России, я хотела бы отметить особо, что, возможно, даже частично отвечая сразу на второй вопрос, что возможности для адаптации зарубежного опыта в России – это огромная тема для последующего исследования, потому что вопрос очень емкий. И что я могу сказать на основе проведенного исследования? Определенно нам стоит позаимствовать обязательное участие государства в данном процессе. Это, во-первых, а также тесное и согласованное взаимодействие всех уровней власти в данном процессе и привлечение бизнеса. Пока у нас, к сожалению, это не наблюдается в нашей политике и в отношении именно старопромышленных регионов. И что касается конкретных регион, моделей, подходов, инструментов, которые можно позаимствовать. Как мне кажется, ответ на этот вопрос сильно зависит от того, что мы хотим в итоге получить и сколько ресурсов мы готовы на это потратить. Потому что модели все разнообразные, адаптировать можно попытаться любую. На мой взгляд, идеальным вариантом для нас была бы адаптация западноевропейской модели, которая предусматривает разработку индивидуального подхода в отношении каждого старопромышленного региона. При этом основные меры прорабатываются на региональном уровне властями совместно с бизнесом, а в дальнейшем получают поддержку со стороны центральных органов власти, в данном случае у нас федеральных. И, как мне кажется, эта модель наиболее применима в России еще и потому, что в России большое многообразие различных старопромышленных регионов. И они требуют диверсифицированного подхода к их регулированию. Именно западноевропейская модель это предусматривает. В частности, проведенное, опубликованное в 2020 году мной исследование относительно уральского старопромышленного региона позволяет предположить, что по своим характеристикам этот регион ближе к догоняющему типу. В то время как регионы в европейской части России, например, та же Ярославская область, которую упомянула в рецензии Елена Владимировна Сапир, она относится скорее к классическим старопромышленным регионам. Соответственно, здесь необходим скорее диверсифицированный подход, который предусматривает как раз западноевропейская модель. Что касается вашего второго вопроса по поводу дальнейшего поля для исследований в этой проблематике. Здесь, как мне кажется, в рамках данного исследования я попыталась охватить лишь общие такие направления, задать какой-то вектор, потому что здесь очень много ответствлений для последующего более глубокого изучения. Например, во-первых, как я отметила, это российская специфика, в том числе, может быть, даже постсоветская в целом охватить другие страны. Это первый момент. Второй момент, как мне кажется, выделение и появление догоняющих СПР мировой экономики, также расширяет возможности для прогнозирования в этой сфере. Потому что если они формируются, если они продолжают появляться, эти старопромышленные регионы, можно попытаться на основе зарубежного опыта проанализировать, в каких странах, регионах мира они появятся позже. И, может быть, начать как-то заблаговременно готовиться к их появлению, разрабатывать меры или попытаться предотвратить. То есть прогнозирование я бы выделила в качестве второго направления. Третьим направлением я бы хотела обозначить, также затронутую в некоторых рецензиях оценку эффективности проводимой государственной политики. Пока нынешний материал не позволяет делать такие выводы, но представляется очень интересным изучение сравнения эффективности государственной политики в отношении старопромышленных регионов в разных странах. Причем как в разных странах, так и в отношениях регионов с разной отраслевой специализацией старопромышленных. Это я бы выделила в качестве третьего направления. Я думаю, можно еще говорить об этом долго, но, думаю, достаточно трех будет. Да, но у нас определенный регламент, давайте его придерживаться. Пожалуйста, еще вопросы. Наталья Анатольевна Набродская. Наталья Анатольевна Набродская. Мой вопрос частично перекликается с ранее заданным вопросом Елены Михайловны. Я хотела спросить у вас, во-первых, вам не выделено пять моделей, а российская модель отдельно не выделена. Это означает ли это, что российская модель не имеет каких-то ярко выраженных индивидуальностей, и она более похожа на какую-то из пяти представленных моделей или на комбинацию этих моделей. И в рамках этого, в продолжение вопрос следующий. Вы уже сказали, что европейская нам бы была ближе, а какая у нас реализуется? Потому что у нас не всегда бывает, что реализуется та, что больше подходит. Это первый вопрос, а второй небольшой потом. Елена Анатольевна, спасибо. Так, по российской модели в целом. В рамках исследования действительно я не обозначала модели, но в рамках исследования я ограничивалась только теми пятью, которые, скажем так, вошли в масштаб. Они не охватывают все модели, которые в настоящее время существуют в мировой экономике. Я считаю, что даже не только то, что российская, там можно говорить о нескольких еще дополнительных моделях, которые можно также отдельно изучать. В качестве, вот российскую я бы не выделила как отдельную, хотя это, опять же, для изучения. Я бы говорила скорее о постсоветской модели, потому что очень многие моменты здесь совпадают как раз. То есть не с теми изученными мной аспектами, а совпадают, например, в постсоветскую модель я бы включила развитие старопромышленных регионов России, соответственно, Урал, некоторые центральные области в европейской части России, Донбасс, северные районы Казахстана даже, думаю, в принципе, политика в их отношении была бы похожей. Это в качестве модели. Насчет вопроса, аспекта данного вопроса, которая, какая политика у нас реализуется в настоящее время, я не могу сказать, что у нас ее нет. Я могу сказать, что она не похожа на те модели, которые я затрагивала в рамках исследования, поэтому это одна из причин, почему Россия в данном исследовании не представлена. Тем не менее, политика проводится, но, на мой взгляд, она проводится пока в достаточно разрозненном состоянии. То есть я знаю, насколько в разных регионах она по-разному проводится, то есть каждый регион на своем уровне пытается ревитализировать свои территории. Проводится даже на уровне предприятий, поскольку они достаточно крупные, чтобы оказывать влияние на экономику регионов. Проводится на федеральном уровне, но не всегда эти меры совпадают. Мне кажется, очень не хватает согласованности в нашей политике, но, опять же, говорю, что для дальнейшего исследования. То есть вопрос пока не рассматривала, только могу общие черты задать, и то в качестве гипотез скорее. Спасибо. И маленький вопрос в продолжение. Вы несколько раз сказали в своем докладе, что вопрос ревитализации связан с тем, что мы хотим в итоге получить. И вот вопрос, что мы хотим в итоге получить, он интересен в плане оптимума затраченных усилий, оптимума затраченных средств и результата, который может быть получен. И как вы видите оптимальные результаты ревитализации? Можно ли его ценить? Можно ли его описать каким-то образом? Спасибо. Я могу сказать, что здесь нет единой позиции. Нет единой позиции ни в экономической науке, которой пытаются изучить исследователи, какие сценарии должны эти регионы выбирать. Нет на уровне органов муниципальной власти. Обычно это принимается в отношении каждого региона индивидуально, что мы хотим получить. И на мой взгляд, я как выходец из уральского старопромышленного региона, я все-таки склоняюсь к тезису о том, что промышленность должна оставаться локомотивом этих регионов в идеальном, на мой взгляд, ситуации. Хотя зарубежная практика не всегда это подтверждает. То есть проведенное мной исследование показало, что большинство регионов предпочитает реструктуризацию экономики с акцентом на сферу услуг. Почему я говорю, что желательно, чтобы сохранялась промышленность? Во-первых, в зарубежном опыте, там, где промышленность сохранялась, ни одному из регионов не удалось сохранить ее в первозданном виде. Промышленность может остаться важным элементом экономики старопромышленных регионов в том случае, если проводится модернизация и реформирование промышленности. Проводится скачок, ну или в данном случае небольшой шаг, может быть, какой-то в сторону повышения добавленной стоимости в регионе. Это может быть, как, например, внедрение инноваций, достаточно масштабное, что произошло в Рурии или Питтсбурге, которые смогли сохранить промышленность на достаточно серьезном уровне. Либо это может быть переориентация в отрасли с более высокой добавленной стоимостью, как, например, в Польше и Чехии. Производство автомобилей и электроники вместо черной металлургии и добычи угля. Ну не вместо, а совместно оно смещается акцент. И вторая причина, почему я считаю, что промышленность желательно, чтобы сохранилась, это я смотрела условия развития старопромышленных регионов в условиях пандемии. То есть пандемия и новые экономические вызовы, они стали серьезным стресс-фактором, в том числе для уже выбранных стратегий развития старопромышленных регионов. И как показывают пока собранные мной данные, регионы, которые делали акцент на сферу услуг, они хуже переносят пандемию, сталкиваются с новыми социально-экономическими вызовами даже те регионы, которые были относительно успешны до этого. Я могу привести пример Манчестера, который сейчас упоминал в докладе в качестве успешного примера ревитализации, он сделал акцент на развитие креативных индустрий и музыкальной индустрии. И, соответственно, в условиях пандемии приток туристов резко сократился, регион стал одним из лидеров по количеству заявлений пособия на безработицу. То есть очень серьезно сказалось на социально-экономическом положении, в том числе, например, регионы, которые основывались на промышленности, сохранили промышленность. Тот же РУР в Германии, он демонстрирует относительно невысокие темпы роста безработицы даже в условиях пандемии. Польша сохранила практически оба региона ниже общенациональных уровней безработицы старопромышленных, потому что сохранилась промышленная основа, она оказалась более устойчивой в условиях кризиса. Спасибо большое. У членов диссертационного совета, находящихся в удаленном доступе, вопросы есть? У меня один вопрос небольшой есть. Да, пожалуйста, Леонид Борисович. У меня такой вопрос. А все-таки есть какие-то критерии, какие регионы мы можем отнести к старопромышленным, а какие не можем к ним отнести? Какие-то объективные показатели? Спасибо. Леонид Борисович, спасибо за вопрос. Отдельные критерии я попыталась суммировать в теоретической части диссертации, они представлены в отдельной таблице. Я могу сказать, что здесь нет единой позиции по поводу этих критериев и отчасти это обусловлено тем, что вот той неоднородностью, которую я выделяла в докладе, то есть разные подходы. Азиатские исследователи часто в качестве критерий выделяют связь спада с началом рыночных реформ в Китае, то есть в качестве критерия старопромышленных регионов. То есть здесь соблюдается такое расхождение в теоретических позициях, то есть общих критериев отнесения нет. Что касается регионов, которые я выделяла в своем исследовании в качестве старопромышленных, я не делала в исследовании проверку соответствия их этим критериям. Почему? Потому что я опиралась на работы зарубежных авторов. То есть если азиатские авторы называют китайский Дунбэй старопромышленным, я это указывала и просто исходила из того, что регион является старопромышленным. То есть критерии я эти не перепроверяла, потому что расхождение присутствует. Спасибо. Спасибо. Если вопросов больше нету, позвольте перейти к внешним отзывам, которые поступили на данное диссертационное исследование. Всего поступило 4 отзыва от Лилии Сергеевны Ревенко, доктора экономических наук, профессора, профессора кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Николая Николаевича Ливенцева Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации. Инна Витальевна Андроновой, доктор экономических наук, профессора, заведующий кафедрой международных экономических отношений Российского университета дружбы народов. Елена Владимировна Сапир, доктор экономических наук, профессора, заведующий кафедрой мировой экономики и статистики Ярославского государственного университета имени Демидова. И Сергея Анатольевича Дунаева, кандидата экономических наук, доцента кафедры мировой экономики, экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Все отзывы положительные, во всех содержится высокая оценка диссертационного исследования. Уважаемые коллеги отмечают актуальность темы исследования, теоретическую, методологическую и практическую новизну работы, достоверность результатов, апробацию результатов исследования на многочисленных конференциях, в которых принимала участь уважаемый соискатель. Вместе с тем высказан ряд замечаний и рекомендаций. Позвольте мне их зачитать. Замечания Инны Витальевны Адроновой сводятся к следующему. Автор отмечает, что вопрос о причинах появления старопромышленных регионов в экономической науке остается открытым. Позволило ли выявление авторам старопромышленных регионов догоняющего типа определить новые закономерности и дать ответ на этот вопрос? Второе замечание, которое Инна Витальевна высказывает, предпринимались ли попытки, вернее вопрос, предпринимались ли меры по ревитализации старопромышленных регионов на наднациональном уровне, например, по линии Европейского Союза в случае западноевропейской и центральноевропейской модели? Позвольте я все вопросы зачитаю, они перекликаются, это нам позволит оптимизировать время работы. Вопрос Лилии Сергеевны Ревенко, такие они достаточно подробные, поэтому позвольте, сказать, зачитаю я все. В рамках диссертационного исследования автор оспаривает тезис о наличии прямой зависимости периодов роста и спада старопромышленных регионов от смены технологических укладов, сопоставляя фазы жизненного цикла старопромышленных регионов двух типов с периодизацией технологических укладов в мировой экономике. Однако использованная устоявшаяся периодизация смены технологических укладов отчитывается от времени возникновения новых технологий в странах лидера очередного уклада, в то время как в рассматриваемых странах возникновение промышленности очередного уклада могло происходить позже. Таким образом, по мнению автора, если взаимосвязь периодов подъема и спада старопромышленных регионов отдельной страны с периодизацией развития ее промышленности и перехода от одного технологического уклада к другому. Второй вопрос Лилии Сергеевны. Автор отмечает противоречивость мер государственной поддержки старопромышленных регионов США, выделяя ее в качестве характерной черты американской модели ревитализации старопромышленных регионов. Может ли эта противоречивость быть обусловлена в большей степени так называемым фактором Трампа, который носит скорее случайный, чем системный характер? И третий вопрос Лилии Сергеевны. Из-за исследования соискателя прослеживается, что классические старопромышленные регионы в целом свойственно развитым странам, в то время как регионы догоняющего типа являются больше феноменом развивающихся стран. Возможно ли, по мнению автора, обратная ситуация или существование сразу двух типов старопромышленных регионов в одной стране? Если в зарубежной практике подобные примеры? Ну, на последний вопрос вы частично уже ответили. И вопросы Сергея Анатольевича Дунаева и дискуссионные положения, как, так сказать, отмечает Сергей Анатольевич. В отечественных исследованиях по данной проблематике распространено мнение, что постовосстановительное развитие старопромышленных регионов должно сохранять свой промышленный профиль, опираясь на исторически сформировавшийся промышленный фундамент, что выглядит логично в условиях неоиндустриализации. В какой степени это мнение находит подтверждение в зарубежной практике? И второй вопрос. В рамках своей работы автор детально рассматривает пять крупных моделей государственного участия во восстановлении экономики старопромышленных регионов – западноевропейскую, центральноевропейскую, американскую, азиатскую и латиноамериканскую. Какие еще модели могли бы, возможно, уже сегодня представлять научно-практический интерес или могут сформироваться в обозримом будущем? Пожалуйста, Вам слово для ответа на вопросы внешних рецидентов. Спасибо большое. С Вашего позволения по порядку, как звучали вопросы, постараюсь также на них ответить. По вопросу Инны Витальевны Адроновой о причинах появления старопромышленных регионов я хотела бы уточнить, что особо подчеркиваю в рамках диссертации также, что этот аспект не затрагивался. Почему? Потому что каждый исследователь, каждый регион даже сам по себе к вопросу о причинах этого спада подходит совершенно по-разному. То есть это вопрос для последующего изучения. Единственное, что я бы хотела отметить, что, как мне кажется, проведенное исследование позволяет усилить гипотезу о том, что спад старопромышленных регионов обусловлен не только внутренними причинами, но причинами более глобального внешнего характера. Об этом в пользу этого тезиса говорит появление догоняющих старопромышленных регионов в мировой практике. То есть это регионы, которые сформировались при абсолютно иных социально-экономикой и политических условиях в разных регионах мира, базировались на разных отраслях промышленности, но переходят в период спада как раз примерно в одинаковый период. Это позволяет усилить гипотезу о, как мне кажется, доминировании внешних причин. Второй вопрос Инны Витальевны был связан с наднациональным уровнем ревитализации экономики СПР. Я бы хотела отметить, что, безусловно, меры на наднациональном уровне принимались, принимались по большей части в рамках Европейского Союза, и европейская интеграция внесла весомый вклад в восстановление экономики старопромышленных регионов. С 1988 года регионы, пострадавшие от промышленного спада и стоящие перед необходимостью структурных реформ, являются объектами соответствующей региональной политики Европейского Союза, и это прежде всего старопромышленные регионы как раз. При этом в отношении старопромышленных регионов Европейский Союз действует преимущественно как внешний инвестор через Европейский фонд региональной политики, финансируя проекты по восстановлению, облагораживанию городской среды, переходу на новые экологические стандарты, развитию зеленых технологий, созданию новых рабочих мест и реализации инфраструктурных проектов. То есть на национальном уровне меры действительно применялись. Например, Польша и Чехия, которые еще продолжают процесс реформирования своих старопромышленных регионов, в принципе являются одним из ключевых получателей средств, рамка данного фонда последние годы. В качестве примера могу привести, например, строительство здания Национального симфонического оркестра польского радио в Польше, половину средств, на которые выделил Европейский Союз как раз через фонды. Следующий вопрос был от Лилии Сергеевны Ревенко по поводу связи развития старопромышленных регионов с сменой технологических укладов в конкретной стране. Я хотела бы отметить, что в рамках работы я ставила акцент на исследовании старопромышленных регионов как международного явления и, соответственно, сравнивала этапы их развития с глобальными тенденциями. Тем не менее, на мой взгляд, действительно возможна тесная взаимосвязь причин появления данных регионов и этапов их развития со сменой технологических укладов в рамках одной страны. Но это требует отдельного изучения. Следующий вопрос касался фактора Трампа и его влияния на противоречивый характер американской политики в отношении старопромышленных регионов. Хотела бы отметить, что вопрос скорее политический, и я не могу рассуждать о случайности фактора Трампа, но могу отметить, что даже если этот фактор сам по себе был случайен, то тем не менее он оказал значительное влияние на американскую политику в отношении старопромышленных регионов. Он не только, его политика по смягчению экологических стандартов, она не только резко контрастировала с политикой Барака Обама в данной сфере, но и по сути она, как мне кажется, создала долгосрочную повестку для промышленных предприятий США в сторону, может быть, развития диалога с новой администрацией о снижении экологических стандартов. В частности, Альянс автомобильных инноваций уже выступил с предложением начать переговоры с нынешним президентом США о смягчении некоторых экологических нормативов. То есть, в принципе, это влияние сохраняется. И следующий вопрос был связан с тем, что классические старопромышленные регионы, свойственные больше развитым странам, в то время как догоняющие являются скорее феноменом развивающихся стран. Действительно, такое соотношение является общим трендом, однако в мировой практике есть примеры, которые выбиваются из общей линии. Ну, как я уже говорила, это уральский старопромышленный регион, как мне кажется, то есть в рамках России, на мой взгляд, существует несколько типов старопромышленных регионов, об этом уже говорила ранее. Среди других примеров я бы хотела отметить регион Тегу в Республике Корея, который изначально формировался в 1950-х годах как значимый центр текстильной промышленности за счет активной государственной поддержки развития производства тканей из шелка и хлопка, то есть соответствовался по своим характеристикам, чертам догоняющего старопромышленного региона. Но в 1960-х годах регион достаточно быстро освоил, внедрил в массовое производство технологию изготовления нейлона, автоматизировал процессы и скорее перешел к классическим догоняющим СПР за счет освоения технологии. Обратный пример, как мне кажется, представляет чилийский регион Антофагаста, который в XIX веке изначально возник как значимый мировой центр добычи селитры и по своим этапам развития соответствовал классическим старопромышленным регионам. Однако в XX веке за счет активной государственной поддержки здесь сформировалась промышленность по добыче меди, началась и, соответственно, регион перешел скорее к догоняющему типу. И последние два вопроса от Дунаева Сергея Анатольевича. На первый из них я уже частично, как мне кажется, отвечала о том, что последующее развитие регионов должно опираться на промышленность. Я, с вашего позволения, не буду повторять этот момент. И последний вопрос связан с существованием других моделей. Тоже частично я его озвучивала, с вашего позволения немножко дополню. То есть кроме постсоветской модели, которая, как мне кажется, существует, я уже говорила, в экономической науке существует упоминание о турецкой политике в отношении старопромышленных регионов, в частности в отношении города Денизли в Турции. То есть здесь тоже можно представлять практический интерес для изучения. И немецкий профессор Роберт Хайсинг прогнозирует смещение старопромышленных регионов страны Юго-Восточной Азии, Таиланд, Бангладеш, Вьетнам в перспективе. Следовательно, в перспективе, как мне кажется, возможно формирование собственных подходов и в этих странах. Спасибо большое. У Елены Владимировны Сапир замечаний в отзыве не содержатся. Поэтому перейдем мы, согласно нашему регламенту, к выступлениям членов диссертационного совета с отзывами с оценкой диссертационного исследования. Я предлагаю Арине Эдуардовне отвечать после каждого отзыва на заданные в нем вопросы и замечания. Арина Эдуардовна, у вас возражения нет? Конечно. Хорошо, спасибо большое. Поскольку все отзывы были опубликованы на сайте Санкт-Петербургского государственного университета, для ознакомления уважаемых членов диссертационного совета. Я прошу зачитать и изложить только основные моменты, вопросы и замечания к соискателю. У членов диссертационного совета возражения нет по поводу этого? Нет? Нет. Хорошо, спасибо большое. Итак, приступим к оглашению отзывов. Наталья Анатольевна Навродская, вам слово. Актуальность представленной темы работы не вызывает сомнений, поскольку технологические уклады меняют облик и архитектуру экономики. Одни технологии приходят, им на смену приходят со временем другие. Предыдущие теряют свою актуальность. И многие регионы, которые были на острие своего развития, они переходят в разряд традиционных индустриальных регионов. И, как отмечено в исследовании, старопромышленных регионов. И мы видели и в докладе сегодня, что это не характерно для только XX века. Мы можем вспомнить и XIX век, и XVIII век, и так далее. Поэтому мы можем понимать, что такие тенденции будут всегда. Да, и тема диссертационного исследования, она интересна как с точки зрения анализа и современного состояния, и мировой экономики, и особенной экономики России, и возможных перспектив развития с точки зрения того, какие регионы могут со временем попасть в категорию старопромышленных. Что касается степени обоснованности научных положений выводов диссертационного исследования. Обоснованность научных результатов обеспечивается корректной постановкой цели, правильным выбором и применением ключевых методов научного исследования, включая методы аналитического обобщения, количественные оценки, табличные и графические интерпретации данных, дедукции, индукции, моделирование, абстрагирование, кейс-стадии, использование отечественных и зарубежных научных исследований, международного регулирования развития старопромышленных регионов, использование обширного статистического фактологического материала по исследуемой теме. Научная новизна исследования в обобщенном виде состоит в разработке комплексной научной концепции государственного регулирования и ревитализации старопромышленных регионов. Данные положения логично вытекают из основных результатов работы, многие из которых, по сути, представляют собой сформулированные автором новые теоретические положения или практические рекомендации, или же новую интерпретацию ряда положений в развитии ранее освещавшихся в российской и мировой науке. Экспертиза диссертационной работы показывает очевидную научную, теоретико-методологическую самостоятельность автора и его вклад в развитие теории практики ревитализации. Наиболее важные научные результаты, полученные автором, состоят в следующем. Обоснованно доказана неоднородность старопромышленных регионов как экономической категории, разработан подход к типологизации. Как безусловную заслугу автора можно рассматривать введение понятий «старопромышленный регион догоняющего типа». Весьма интересным является выполнение диссертантов сравнительный анализ моделей государственной политики ревитализации старопромышленных регионов в современной зарубежной практике, в результате которых выделено пять отдельных моделей, которые сегодня прозвучали в докладе. Научный и практический интерес представляет разработанный автором на основе сравнительного анализа зарубежной практики базовый алгоритм разработки государственной стратегии ревитализации регионов. Структура диссертационного исследования является целостной и обеспечивает последовательное достижение поставленных целей и задач. Завершенный характер исследования, строгая логика изложения материала, внутренняя непротиворечивость подтверждает высокий уровень профессионализма автора и владения им различными исследовательскими методиками. Вместе с тем, исследование не лишено отдельных дискуссионных вопросов и некоторых недочетов. Я хотела бы отметить некоторые из них. Во-первых, в предложенной автором концепции старопромышленных регионов догоняющего типа в развивающихся странах Азии подчеркнута важная роль государства для развития регионов и отдельных отраслей, что можно увидеть на странице 46-48 диссертационного исследования. Авторам также подчеркивается, что государственная поддержка позволила отдельным регионам и отраслям этих стран занять лидирующие позиции в мире и производстве отдельных видов продукции. Вместе с тем, в работе не дана комплексная оценка роли государства для дальнейшего развития региона, в том числе того, что касается причин их последующей стагнации. Вызвана ли она снижением государственной поддержки или государственная поддержка, наоборот, сформировала неконкурентные условия развития, после чего уже произошла эта стагнация. Второй момент. Дискуссионным представляется аргумент автора по поводу того, что одна из причин спада СПР первого типа – это перенос производства в страны Азии. Страница 49 исследования. Поскольку пик развития таких СПР и начало деиндустриализации или спада приходится согласно утверждению автора на 1950-1960 годы. В этот период страны Азии еще не были активными участниками мировых экономических процессов. Основные потоки инвестиций, которые приходились на развивающиеся страны, были направлены в страны Латинской Америки. Как раз на странице 114 автор подчеркивает этот момент. Вероятно также, что такой перенос производства должен быть начать задолго до пиковой точки развития старопромышленных регионов, чтобы стать причиной дальнейшего спада. Также не рассмотрены альтернативные причины спада СПР, связанные с восстановлением экономик после Второй мировой войны, трансформация индустрии развитых стран с военного профиля на гражданский, что могло бы привести к формированию избыточных мощностей и замедлению экономического роста вследствие завершения восстановления экономик. Третий момент. Представленный автором подход позволил систематизировать модели государственного участия в ревитализации СПР на виды и в зависимости от территориально-географической принадлежности. Страница 121-124 были сегодня озвучены в качестве моделей. При этом в рамках большинства моделей были рассмотрены регионы стран, которые имели сырьевую специализацию, например, Германия, Рур, Польша, страны Латинской Америки, Антофагаста, которая сегодня прозвучала, и регионы стран, имеющие индустриальную специализацию. Представляется интересным сравнение государственной политики ревитализации регионов различных моделей с учетом указанной отраслевой специализации или расширения подхода автора за счет включения фактора указанной отраслевой специализации. В этой связи, предложенные автором базовые сценарии развития экономических старопромышленных регионов на странице 127-128 исследования могли бы также включать в себя и отраслевую специфику, а также сравнительный анализ государственной политики для различных моделей СПР с указанной отраслевой специализацией. И последний момент. В работе представлен достаточно подробный анализ государственной политики и инструментария ревитализации регионов стран Европы и США, раздел 2. При этом наблюдается разный подход к формулированию выводов к параграфам раздела. Это несколько затрудняет сравнение оценки опыта разных стран, если оценивать выводы исследования каждому параграфу. Например, если в параграфе 2.1 в качестве вывода к параграфу даны принципы политики реструктуризации СПР в странах Западной Европы, в подпункте 2.2 даны основные механизмы и инструменты реструктуризации, поддержка базовых отраслей, прямые иностранные инвестиции, так и полученные отдельные результаты реструктуризации СПР стран Центральной Восточной Европы, то в выводах в подпункте 2.3 содержатся оценки результатов участия государства в реструктуризации СПР США. Раздел выглядел бы более логично, если бы были соблюдены единые подходы к логике изложения материала и формулированию выводов к параграфам. Общее заключение по представленному диссертационному исследованию. Указанные выше замечания не снижают положительные оценки результатов диссертации. В целом диссертационное исследование Арины Эдуардовны Мордвиновой на тему «Государственная политика ревидеризации старопромышленных регионов в практике зарубежных стран» представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, методологические подходы, совокупность которых можно квалифицировать как научное достижение. Публикации автора отражают основное содержание диссертации. Поэтому диссертация Арины Эдуардовны на представленную тему соответствует основным требованиям, установленным приказом 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. А соискатель Мордвинова Арина Эдуардовна заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08-2014 «Мировая экономика». Пункты 9 и 11 указаны порядка, диссертантам не нарушены. У меня все. Спасибо большое, Наталья Анатольевна, Арина Эдуардовна, вам предоставляется время для ответа на вопросы, замечания Натальи Анатольевны. Спасибо. Спасибо, Наталья Анатольевна, спасибо за ваш отзыв, комментарии и замечания. Стараюсь коротко ответить на некоторые из них. Первые два аспекта, выделенные вами, касались преимущественно причин спада старопромышленных регионов. Частично этот вопрос я уже сегодня затрагивала. Говорю, что он не входил в задачу диссертационного исследования. И проведенное исследование не позволяет сделать вывод о том, играло ли государство какую-либо роль в стагнации старопромышленных регионов догоняющего типа. Насколько я знаю, среди азиатских авторов присутствует тезис о том, что отказ от, точнее, снижение поддержки северо-восточных территорий Китая, в частности, в том числе с запуском китайской инициативы «Пояс и путь» стало во многом причиной появления кризисных явлений, обострения в этом регионе. Но проведенное исследование не позволило подтвердить или опровергнуть данный тезис. Некоторые аспекты причин деиндустриализации старопромышленных регионов затронуты мной в отдельной публикации «Эндогенные и экзогенные детерминанты деиндустриализации СПР», но только в общих чертах. Что касается вашего второго выделенного аспекта по поводу инвестиций в старопромышленные регионы и их как одной из причин спада классических СПР, я хотела бы немного уточнить авторскую позицию. На странице 49 диссертации отмечается, что спад СПР первого типа произошел на фоне переноса традиционных отраслей производств в страны Азии. Здесь я хотела отметить не приток прямых иностранных инвестиций в этот регион, а начавшуюся в этот момент индустриализацию азиатских старопромышленных регионов, более подробно рассмотренную в пунктах 1.3 и 3.1 диссертации. Соответственно, эта индустриализация и положила в международном контексте начало смещению традиционных производств из развитых стран, развивающихся. По поводу инвестиций здесь с вами согласна. Но индустриализация догоняющих СПР началась примерно за 15-20 лет до начала спада классических. То есть, в принципе, она может рассматриваться как одна из причин спада классических СПР. Следующий аспект касался предложенного вами анализа государственной политики в старопромышленных регионах с разной отраслевой специализацией. Я благодарю вас за выделенный момент и приму его в последующих научных трудах. Обязательно рассмотрю этот аспект. Пока могу сказать, что проведенное исследование не позволило выделить разницы в государственных подходах в сырьевых старопромышленных регионах и в индустриальных непосредственно. Поскольку, в том числе во многих странах, обычно некоторые старопромышленные регионы имели двойную специализацию. То есть, специализировались на добыче угля и черной металлургии одновременно. Но, тем не менее, вопрос представляет значительный интерес для последующего изучения. Что касается вашего замечания по поводу дизайна исследования, я безоговорочно его принимаю. Благодарю вас, постараюсь учесть в научных трудах. Спасибо большое. Слово для оглашения отзыва предоставляется Елене Михайловне Крастышевской. Спасибо. Хочется сказать, что работа написана на актуальную тему и она не нуждается в дополнительной аргументации. Все научные положения, выводы и рекомендации автора они обоснованы и достоверны. Что касается научной новизны, то представленное диссертационное исследование содержит существенный авторский вклад в развитие выбранной им научной проблематики. Как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Среди полученных соискателем новых научных результатов следует выделить следующие моменты. Во-первых, это вклад автора в типологизацию старопромышленных регионов, классические догоняющие, основанную на комплексе разработанных критериев и характеристику. Как значительный вклад автора следует рассматривать расширение научно-терминологического аппарата в данной предметной области за счет введения понятия старопромышленный регион догоняющего типа и его оригинальную трактовку, основанную на выявленных закономерностях развития регионов такого типа. Введение в научный оборот нового термина представляется обоснованным и необходимым. В контексте детально рассмотренной соискателем глобальной тенденции, связанной с появлением в странах Азии и Латинской Америки старопромышленных регионов, имеющих собственные специфические черты. Безусловно, сильной стороной диссертационного исследования является то, что автор систематизировала обширный опыт развития старопромышленных регионов зарубежных стран и на этой основе выделила пять базовых моделей государственной политики ревитализации старопромышленных регионов разных типов. Детальный их анализ на примере конкретных кейсов позволил автору выявить сильные и слабые стороны существующих в мировой практике подходов к государственному регулированию процесса ревитализации старопромышленных регионов. Также значительный практический интерес состоит в том, что для российских реалий, предложенный автором алгоритм формирования государственной политики в отношении старопромышленных регионов, очень актуален на современном этапе, в том числе и в плане корректировки официальных документов, которые так или иначе связаны со сбалансированным развитием различных территорий Российской Федерации. Вопросы и дискуссионные аспекты диссертационной работы имеются. Во-первых, прежде всего обращает на себя внимание перенос авторам опыта конкретных западноевропейских регионов на страны в целом, вследствие чего нарушается выявленный в диссертации принцип индивидуального подхода к решению проблем отдельных регионов, учитывающий уникальные особенности их развития. К примеру, на странице 82 авторам отмечается, что, в частности, по аналогии с Германией, Великобританией, Испанией, страны Центральной Европы начинают уделять особое внимание созданию в регионах культурных объектов, музеев, театров, других объектов и развитию индустриального туризма. Второй момент представляется необходимым уточнением точки зрения автора по согласованию параграфов 1.1 и 1.2. В первом параграфе речь идет о размещении производства, в то время как второй и последующий параграфы диссертационного исследования посвящены конкретным регионам. И третий момент требуется обосновать использование автором термина «производственные университеты» в тексте параграфа 2.3, касающегося политики и революциализации старопромышленных регионов США, поскольку устоявшимися понятиями в научной литературе являются исследовательские университеты и предпринимательские университеты. Ну и общее заключение. Вместе с тем, обозначенные выше дискуссионные вопросы и уточнения не снижают ценности проведенного автором исследования. Данная диссертационная работа представляет собой самостоятельный, завершенный труд, полноценно отражающий достижения поставленной цели и содержащий необходимые элементы научной новизны. Это интересное исследование, добротное. И диссертация Мордвиновой Арины Эдуардовны на тему «Государственная политика и революциализации старопромышленных регионов в практике зарубежных стран» соответствует основным требованиям, установленным приказом от 01.09.2016 года, номер 6821-1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Айсоискатель Мордвинова Арина Эдуардовна заслуживает присуждение ученой степени кандидата экономических наук по специальности 080014 «Мировая экономика». Пункты 9 и 11 указанного порядка диссертантам не нарушены. Спасибо. Елена Михайловна, спасибо большое за Ваш отзыв. Арина Эдуардовна, Вам время для ответа на вопросы, Елена Михайловна. Елена Михайловна, благодарю Вас за Ваш отзыв. По первому пункту, в порядке разъяснения авторской позиции, хотелось бы отметить, что в рамках западноевропейской модели действительно выделяла принцип индивидуального подхода к решению проблем отдельных регионов, но он заключался прежде всего в том, что для каждого региона прорабатывался детально индивидуальный сценарий посткризисного развития. Но задействуемые при этом инструменты и меры, они вовсе не были уникальными. Они часто применялись в разных регионах, в разных странах, даже в разных моделях. Например, программа развития индустриального туризма была одной из мер ревитализации РУРа в Германии, а затем этот же инструмент активно применялся в Польше и Чехии при реконструкции бывших производственных площадок в туристические объекты. Тем не менее, итоговые сценарии развития этих регионов сильно отличаются. Еще один пример – это создание культурных объектов, например, в Манчестере и Бильбао. Оба в рамках западноевропейской модели. Оба региона уделяли внимание строительству музеев, театров и так далее, но Манчестер в результате сделал ставку на развитие креативных индустрий, а Бильбао – на развитие туризма. Следующий аспект касался уточнения авторского видения взаимосвязей между параграфами 1.1 и 1.2. В параграфе 1.1 я стремилась, разобрав теории пространственного размещения производительных сил, определить факторы, обусловившие формирование индустриальных центров мировой экономики и риски и угрозы, с которыми последним пришлось столкнуться в процессе своей эволюции. Тем самым закладывался фундамент для перехода к более детальному рассмотрению теоретической сущности старопромышленных регионов в параграфе 1.2. Следующий аспект касался необходимости пояснить термин производственной университеты. Данный термин основан на акте о производственных университетах США у 2015 года, и его англоязычное написание представлено на странице 94 диссертации. Акт предусматривал выделение 5 миллионов долларов ежегодно 25 университетам на реализацию проектов обрабатывающей промышленности совместно с предприятиями обрабатывающей промышленности. И это отдельная мера, эта категория не относится к устоявшемуся делению университетов США на предпринимательские и исследовательские. На этом все постаралась ответить. Спасибо. Леонид Борисович, вы готовы огласить ваш отзыв? ЕС. Готов, конечно. Ну, дорогие коллеги, ну, работа интересная. Я вот, честно говоря, столкнулся с понятием старопромышленные районы довольно давно. Вот. На заре, так сказать, своей научной карьеры. Ну, и было понятно, о чем идет речь, потому что я вот жил в промышленных районах Москвы. Вот. Ну, и бывая на практиках со студентами в такого рода центрах Советского Союза. Но видел, что, конечно же, такая индустриализация безудержная приводит, ну, к чему? К социальным патологиям, к чрезмерной загрязненности окружающей среды, отставанию социальной сферы, в развитии культурной. Вот. И, конечно же, вот это, вот эти... Ну, я не знаю, это, видимо, не те признаки, которые изучала наша уважаемая диссертант. Но просто отчетливо понимаю, представляю, о чем она пишет. Вот. Конечно, странам, которые имеют такие обременения, которые в прошлом сыграли важную роль в формировании национальной экономики и политического престижа, потом, значит, начинают сталкиваться с этой головной болью. Что же с этим делать? И вот исследование такого рода, безусловно, актуально, полностью согласен с теми, кто выступал до меня. Более того, в этом, мне кажется, это вечная проблема, потому что от старости никто не застрахован, и ученые, и старопромышленные исследования... Я прошу объявить технический перерыв номер два. Плохо очень слышно, Леонида Борисовича. Да, почему меня плохо слышно? Леонид Борисович, вы меня слышите? Прекрасно слышу. Не могли бы вы поближе к микрофону... Поближе к компьютеру. Ну да, как-то вас очень плохо слышно, у нас с переводом и под запись все идет. Пожалуйста, поближе. Вот, ну, я хочу перейти вот к научной... Спасибо. Технический перерыв номер два закончен. Леонид Борисович, продолжайте, пожалуйста. Вас теперь хорошо слышно. Теперь хорошо. Ну, слава Богу. Значит, немножко оценить вклад автора вот в развитии теории старопромышленных регионов или старопромышленной экономики. Мне кажется, что ее работа может стать основой для последующих научных исследований по данной теме, посвященных появлению, спаду и восстановлению старопромышленных регионов, мерам по их адаптации к изменяющимся условиям и вызовам мировой экономики. Широкий сравнительный исторический анализ использования Алины Эдуардной концепции жизненного цикла и технологических укладов, обобщение международного опыта государственной поддержки структурной и технологической трансформации старопромышленных регионов обогатили методическую и методологическую основу исследования этих территорий. Позволило лучше понять их место в национальных промышленных системах, возможности и перспективы в конкуренции с новыми промышленными регионами, формирующимися уже в постиндустриальное время. Ее исследования подтвердили концепцию неравномерности развития в региональном и отраслевом измерении. Важный вывод, который можно сделать, ознакомившись с диссертацией, это неизбежность в ходе технологического развития воспроизводства старопромышленных регионов на фоне более быстрого развития районов, осваивающих новые технологии, новые продукты и промышленные услуги. То есть мы никуда не денемся от этих старопромышленных регионов, нам придется их постоянно изучать, что делать с этими регионами, как их выправлять, как их делать уже регионами современными. Вот это, мне кажется, вечная проблема для экономической региональной науки. Очень важный вывод то, что нет универсального подхода к ревитализации. В каждом случае свои индивидуальные особенности, нельзя тут общий какой-то рецепт предложить. Вот надо вникать в детали каждого конкретного случая и искать свое лекарство, свои пути решения возникающих в стране проблем. Важный очень вопрос, мне кажется, что перед властями и бизнесами встает дилемма. Либо делать упор на развитие новых отраслей промышленности в новых регионах или за рубежом, либо с учетом социально-экологической значимости проводить сбалансированную политику развития новых промышленных регионов и одновременно ревитализации старых промышленных регионов. Вот как раз, мне кажется, диссертант, сторонник второго подхода. Надо искать сбалансированные решения, развивать и новые территории, по-новому, и в то же время сохранять старые, искать им свою нишу, свои функции, после того, как они выполнили свои предшествующие эпохи. Ну и теперь я перехожу к некоторым дискуссионным вопросам. Ну, диссертация чем хороша любая? Тем, что она порождает новые вопросы какие-то. И когда ты читаешь, задаешь их, может быть, не столько диссертанту, сколько и самому себе. Вот. Один из них вот у меня возник с возникающим различием старопромышленного региона как реальности некой и научного понятия. Существуют ли они сейчас в реальности после проведенной ревитализации в Европе и США? Или это уже районы новой индустриализации? Можно ли рассматривать в качестве критерий в старости, в кавычках, промышленного региона, падение его доли в создаваемой в стране добавленной стоимости или утрату позиций на внутреннем и внешнем рынках? Иными словами, можно ли сейчас Рура относить к старопромышленным регионам, поскольку он утратил качество такого региона и стал инновационным регионом Германии? В какой мере старопромышленные регионы догоняющего типа способствовали подтягиванию развивающихся стран к уровню развитых стран? В моем представлении эту роль в КНР выполняли специальные экономические зоны все-таки, в которых концентрировались высокотехнологичные производства, размещаемые международными компаниями. А северо-восток КНР к этому моменту уже превратился в тормоз развития страны. То есть, ну не в тормоз, а он развивался медленнее и влиял, так сказать, на средний темп развития, понижая его. В моем представлении, ну этот вопрос я снимаю, потому что она ответила на него, он касался вот роли Европейского Союза вот в ревитализации старопромышленных регионов. Она ответила, такой же был вопрос задан коллегами ранее. Вот, и конечно же вот хотелось бы узнать, какие инструменты подхода или, может быть, модели государства участия могли бы быть использованы в нашей действительности. Но она тоже вроде на это тоже как-то этот вопрос затронула. В целом же ответ заключения мое таково, что это вполне серьезное диссертационное исследование со всеми, так сказать, атрибутами такого исследования. Она уже проявила себя и на конференциях, и в публикациях. Вот, и диссертация Мордвиновой Арины Эдуардовны на тему «Государственная политика ревитализации старопромышленных регионов в практике зарубежных стран» соответствует основным требованиям, установленным приказам, соответствующим по Санкт-Петербургу. Вот, не буду называть номера и дроби. Вот, соискатель Мордвинова Арина Эдуардовна заслуживает, безусловно, заслужит присуждение ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08-00-14 «Мировая экономика». И при этом пункты 9 и 11 указанного порядка диссертантам не нарушены, что имеет особую ценность. Спасибо. Леонид Борисович, спасибо большое за Ваше выступление, за Ваши вопросы. Арина Эдуардовна, Вам слово для ответа на вопросы Леонида Борисовича. Пожалуйста. Леонид Борисович, благодарю Вас еще раз. Как показала по поводу Вашего вопроса о существовании старопромышленных регионов сейчас, после проведения политики ревитализации в некоторых странах. Я отмечу, что, как я говорила ранее, существует огромное количество критериев отнесения регионов к категории старопромышленных. Но во всех случаях используется комплекс различных критериев. И статус СПР определяется не только снижением его роли в национальной экономике и вклада в промышленное производство, но и рядом других характеристик. Некоторые из них Вы уже озвучили, в том числе это экологические проблемы, устаревшая материально-производственная база, социальные вызовы, доминирование нескольких крупных предприятий, зависимость от ряда профильных отраслей. И, безусловно, политика ревитализации способствует изменению данных характеристик региона и в результате приводит к изменению его статуса. Однако в какой именно момент происходит это изменение, вопрос достаточно неоднозначный. Как мне кажется, пока идет процесс ревитализации старопромышленных регионов, они сохраняют многие черты вот этих свойственных СПР, и что требует соответственного внимания со стороны государства. Даже РУР в Германии, который Вы упомянули особо, он, безусловно, достиг значительных успехов в развитии инноваций, но лишь относительно недавно перестал быть объектом соответствующей государственной политики. Последняя угольная шахта здесь закрылась только в декабре 2018 года. А к этому моменту государство потратило на субсидирование отраслей и поддержку рабочих свыше от 50 до 200 миллиардов евро по разным оценкам. И, соответственно, как мне кажется, оптимальный подход для обозначения старопромышленных регионов, практически завершивших процесс трансформации, предлагают европейские исследователи. Последние годы европейский парламент и некоторые наднациональные структуры используют термин «old industrialized area» вместо «old industrial». По-русски, как мне кажется, ближе всего будет перевод «раннеиндустриализированный регион». Такой подход позволяет подчеркнуть значимое промышленное прошлое региона и, возможно, оставшиеся в наследство после него некоторые проблемы, которые все еще требуют решения, но не акцентируют внимание на текущем состоянии старопромышленных регионов. Что касается вашего второго вопроса по поводу роли догоняющих СПР в развитии стран, я бы хотела отметить, что старопромышленные регионы догоняющего типа, в отличие от классических, никогда и не были центрами передового экономического развития стран, поскольку изначально базировались на технологиях, которые в развитых странах к тому моменту уже находились в стадии зрелости или спада. И, как вы справедливо отметили, в Китае локомотивом экономического роста были совсем другие территории, а не Северо-Восток. Однако догоняющие СПР в своем большинстве играли роль значимых центров импортозамещения, в том числе во многом благодаря активной государственной политике. Северо-Восток Китая застраивался промышленными предприятиями с целью создания собственной производственной базы удовлетворения внутренней потребности в промышленной продукции. В Сан-Паулу, регионе Бразилии, автомобилестроение начало развиваться после того, как 122 местных производителей автозапчастей создали соответствующую ассоциацию и убедили правительство страны принять протекционистские меры для развития внутреннего производства, для импортозамещения, для последующего. По Европейскому Союзу я уже сегодня озвучивала, не буду повторяться. И по адаптации зарубежного опыта и его возможности применения в России тоже уже сегодня говорила. Арина Юдардовна, большое спасибо за ответы на вопросы. Тадеуш Стрейкевич, Вам слово. Слышно ли меня? Слышите ли Вы меня? Такие вопросы мы продолжаем. Уважаемые господа, Дмитрий Стрейкевич, я бы хотела несколько слов сказать. Сначала вредных слов. Для меня большая честь, конечно, быть членом диссертационного совета в СПБГУ. С этим университетом связано столько известных ученых и известных нобелевских лауреатов в области экономики. Я хочу также подчеркнуть, что большое количество исследователей и студентов связаны с Польшей. И для меня это тоже связано с моим университетом в Польше. Это Виктор Борейко, который окончил СПБГУ. Перед собой я вижу диплом Ассоциации Российской Географической Ассоциации от профессора Чистобаева с СПБГУ. Вы можете заметить, что у меня уже была определенная связь с вашим университетом. Но необходимо отметить, что я являлся членом диссертационных советов в Польше, но в России я впервые участвую в диссертационном совете. Поэтому я, к сожалению, не полностью знаю всю процедуру. Но я надеюсь, что мое мнение и мое выступление будет соответствовать вашим требованиям. Сейчас я бы хотел поговорить по поводу актуальности темы исследования. Я хочу сфокусироваться на тех аспектах, которые еще не обсуждались. Мне кажется, что настоящая диссертация с одной стороны связана с мировой экономикой, но также в ней содержится большое количество экономической географии. Поэтому мне кажется, что это хороший пример так называемого целеного подхода, который связан с двумя вышеуказанными научными дисциплинами. Таким образом, данная диссертация соответствует двумя современным трендам – междисциплинарность и уже вышеупомянутый эволюционный подход. Еще один момент. Мне кажется, что Арина Мардвиновна поддерживает хорошую традицию Уральско-экономической школы в контексте экономической географии, поскольку для меня, как для человека, специализирующегося на экономической географии, это важно. Тема была хорошо выбрана в связи с резким увеличением количества исследований. Позвольте объявить технический перерыв номер 3. Пропал звук. А сейчас? Сейчас лучше? Сейчас вы слышите, да? Таким образом, продолжаем. Тема была выбрана достаточно удачно. Я считаю, что «Соискатель» создал интересную попытку характеризовать все в рамках глобальных экономических направлений и трендов. Такой широкий географический взгляд на данное исследование, сравнительный анализ, проведенный в диссертации, и формирование алгоритма для экономического восстановления, в моем мнении, является универсальным и обладает практической значимостью. Говоря о достоверности научных результатов и выводов, я считаю, что здесь существует ряд причин. Первое. Сформулированы четыре амбициозных, хотя не самых легких для достижения целей. Структура логична. Диссертация базируется на глубоком исследовании литературы. Все выводы базируются на глубинных исследованиях. И практическая значимость является весьма важной. Я сам исследовал регион Польский, регион Верхней Силезии, и мне вот очень важно, что данный аспект тоже присутствовал в диссертации. Я могу подчеркнуть, что здесь были использованы на правильные интерпретационные данные в связи с данным регионом. Я не буду перечислять все важные аспекты новизны данной диссертации. Я перечислил многие данные аспекты в своем отзыве и в теоретическом аспекте, эмпирическом и практическом. В общем и в целом, диссертация, с моей точки зрения, вносит значительный вклад в наше знание относительно политики государства в плане СПР на основе международного опыта. И сейчас я бы хотел сфокусироваться на некоторых определенных областях для обсуждения. Первое. Я бы хотел обратить внимание на то, что диссертант не обратил достаточное внимание очень важному аспекту работы, то есть ревитализации. Семантическое значение этого понимания связано не только с экономическим восстановлением, но ревитализацией городской среды. Поэтому, возможно, в названии самой диссертации нужно говорить об экономической ревитализации. Нужно использовать слово экономическое в названии. Второе замечание связано с тем, что диссертант относительно небольшое внимание обратил на такие вопросы, как недостатки некоторых политик ревитализации, социальные негативные факторы и ограничения предложенных моделей и барьеры для имплементации и внедрения данных моделей. Это не, собственно, критика, но мы понимаем, что диссертация имеет свои собственные ограничения и возможно все рассмотреть в группе. Поэтому это, скорее, предложение по рассмотрению данных аспектов в следующих исследованиях. Следующий вопрос. Все ли теория, особенно теория Хегерштранда 1953 года, которая фигурирует в таблице 2, может быть включена в этап новой экономикой географии. Также мне интересно, что нет упоминания Николая Кондратьева. И я специально на этом останавливаюсь, поскольку данная диссертация защиты, собственно, происходит в СПБГУ. и, как я знаю, Кондратьев учился здесь с 2011-2015 год, и его взаимосвязь с данным университетом достаточно сильна. Я думаю, что диссертант должен гордиться таким важным научным предшественником. Это, конечно, мой исключительно субъективный взгляд, и упущение вклада господина Кондратьева не влияет на качество проведенного исследования. В общем и целом, я хочу сказать, что диссертация соответствует всем требованиям порядка 6821-1 от 1 сентября 2016 года о порядке присуждения учебных степеней СССР. Арина Мордвинова заслуживает того, чтобы получить научную степень кандидата экономических наук по специальности 0801 мировая экономика. Пункты 9 и 11 выше упомянутого положения не нарушены. Сейчас я не писал об этих вопросах. Сейчас я занимаюсь вопросом создания креативных промышленных комплексов. И я бы хотела спросить, каково ваше мнение о создании креативных культурных индустрий и политики ревитализации СПР. В общем и в целом, я хочу отметить, что диссертация является очень высокого уровня. Большое спасибо за внимание. большое спасибо за ваши вопросы, замечания и отзыв. вам время для ответов на вопросы Тадеуши и ремарки возможны. Спасибо большое. Начну по порядку с вашего позволения, как звучали замечания в отзыве. Безусловно, раскрыть содержание термина ревитализация в работе стоило уделить больше внимания и его взаимосвязи с синонимами. Однако, на мой взгляд, выносить непосредственно в названии диссертации именно экономическую ревитализацию было бы неуместно, поскольку, хотя экономические аспекты были ключевым предметом исследования, работа ими не ограничивалась. Во многих кейсах инструменты восстановления городской среды, экологические программы были также неотъемлемыми элементами государственной политики ревитализации СПР, и они представлены в работе. Например, в рамках западноевропейской модели важную роль сыграла городская программа, принятая правительством Великобритании в конце региона фунтов стерлингов реконструкцию площадей Манчестера, Бёрмингема и Ливерпуля в 1977 году. Программа Эмшир Парк International Building Exhibition в Руре также включала в себя конкурс архитектурных проектов на застройку бывших производственных площадок в регионе. Процесс ревитализации Большого Бильбао в Испании предполагал строительство водоочистных сооружений, а в рамках американской модели предпринимались меры по развитию и улучшению имиджа региона. Что касается второго аспекта по поводу неудачных примеров, я бы хотела отметить, что данные вопросы представляют значительный интерес для последующего изучения, они действительно не входили в задачи данного диссертационного исследования, в первую очередь потому, что во многих старопромышленных регионах, в первую очередь всего догоняющего типа, процесс ревитализации еще продолжается, еще только формируются эти модели, что, соответственно, пока затрудняет оценку социальных издержек, оценку успешности проводимой политики. Среди определенных неудачных примеров в настоящее время я могу выделить только пожалуй городской округ Детройта в Соединенных Штатах Америки, достаточно известный пример, здесь муниципальные власти и бизнес так и не смогли выработать стратегию развития, что привело к банкротству, как я уже отметила, при этом в условиях пандемии, я бы хотела подчеркнуть актуальное состояние региона, в условиях пандемии в 2020 году многие проблемы этого региона только обострились, летом прошлого года уровень безработицы в Детройте достигал почти 50%, 48 примерно, и к концу 2020 года количество рабочих мест в регионе сократилось на 142 тысячи человек по сравнению с показателем декабря 2019 года. Что касается вашего замечания по поводу отнесения некоторых теорий в таблице 2 к этапу новой экономической географии. Я бы хотела отметить, что при выделении этапов развития теории пространственного размещения производительных сил я руководствовалась научными трудами уральских авторов, прежде всего доктора наук профессора Анимица Евгения Георгиевича, в частности в рамках своей статьи «Эволюция научных взглядов на теорию размещения производительных сил», опубликованную в журнале «Экономика региона» в 2014 году, профессор Анимица относит теории Хаггегстранды, Перу и Фридмана к раннему периоду становления новой экономической географии, поэтому я, соответственно, продолжила этот тезис в рамках своей работы. Также по поводу вашего справедливого замечания об отсутствии вклада Николая Дмитриевича Кондратьева в рамках работы, я бы хотела отметить, что в рамках исследований я сопоставляла этапы развития старопромышленных регионов непосредственно с периодизацией технологических укладов по теории Глазьева, поскольку большинство отечественных исследователей опираются именно на эту теорию при анализе сущностей старопромышленных регионов, например, Глонти, Сорокина, Литовченко, Шеломенцева и так далее. Однако сопоставление истории развития СПР с хронологией длинных экономических волн Кондратьева действительно представляет значительный интерес. В частности, даже, особенно в контексте появления СПР догоняющего типа, даже беглый взгляд на данную проблему позволяет отметить, что в принципе спад классических СПР и появление этого феномена в мировой экономике приходится на завершение четвертой длинной волны Кондратьева, в то время как появление СПР догоняющего типа происходит практически в финале, выделяемый исследователями пятой волны. Как мне кажется, этот вопрос необходимо изучить отдельно и возможно он даст какой-то новый взгляд на причины появления старопромышленных регионов в мировой экономике. Также по поводу вашего замечания в отзыве о неправильном написании некоторых фамилий я приношу свои извинения за этот аспект. Действительно я перепроверила этот момент, эти опечатки закрылись в англоязычную версию диссертации, но в списке литературы все фамилии авторов представлены правильно. Спасибо за ваше внимание к этому моменту и еще раз приношу свои извинения. И по поводу вашего вопроса о роли креативных индустрий и музыкальной культурной составляющей в ревитализации экономики старопромышленных регионов отмечу, что это был очень популярный сценарий. Я не могу оценить его эффективность, насколько он повлиял, но тем не менее во многих странах Западной Европы прежде всего этот сценарий применялся очень активно, причем применялся чаще всего в качестве доминирующего направления ревитализации экономики СПР. То есть если в Польше и Чехии это дополняло инструменты по развитию туризма, созданию культурных туристических объектов, дополняли общую политику в этой сфере, направленную скорее на сохранение промышленности, то в странах Западной Европы это часто было основным направлением, но, как мне кажется, выбор такого направления создает достаточно серьезные социально-экономические риски в последующем. То есть насколько устойчива будет такая стратегия, но нам, к сожалению, удается убедиться в этом в нынешних социально-экономических условиях, когда туризм затруднен и такие регионы сталкиваются с новым витком кризиса. Пока данных недостаточно для подтверждения данной тенденции, но уже в принципе показатели за 2020 год показывают, что практически все регионы, которые выбрали именно этот путь развития, на нем сконцентрировались, столкнулись с существенным экономическим спадом. Арина Эдуардовна, большое спасибо за ответы на вопросы. По регламенту сейчас отзыв председателя диссертационного совета. Позвольте мне сформулировать свое мнение о представленной к защите диссертации и также задать вопросы. На мой взгляд, представленное диссертационное исследование весьма результативно. Автор действительно показал себя как зрелый ученый, который не только изучает труды предшествующих авторов, но и выдвигает свои точки зрения, доказывает состоятельность тех или иных приводимых государством мер. Актуальность темы, раскрытой в данной диссертации, какое-то время назад вызывала дискуссию, то есть насколько это все сейчас интересно и актуально. Но последние пять лет акценты все были расставлены, достаточно много свежих публикаций, весьма авторитетных зарубежных журналов, журналах было опубликовано и происходит сейчас не только ревитализация промышленных регионов, но, наверное, еще и ревитализация экономической мысли, в которой описываются механизмы развития соответствующих регионов. На мой взгляд, пандемия, нынешняя пандемия, также вызвала дополнительный интерес, но уже со стороны бизнеса, со стороны власти возможности восстановления развития вот этих регионов, потому что, как справедливо отметил диссертант, эти регионы являются неотъемлемой частью глобальных производственных систем, и, соответственно, сейчас, когда вот эти системы испытывают не лучшие свои времена, устоявшиеся связи ослабевают, а то и вообще разрушаются, конечно, вот вопрос местоположения отдельных производственных единиц в этих системах также заслуживает особого внимания, причем на всех уровнях, и на академическом, и на бизнес-уровне, и на уровне правительственных решений, а возможно и решений международных сообществ. Диссертация, как и обладает достаточно большим числом, количеством элементов научной новизны, я, наверное, остановлюсь на некоторых из них. Прежде всего, автором проделана огромная работа, как я уже отмечала, по изучению различных теорий, взглядов, подходов к изучению этих районов, и та периодизация, то обобщение, которое сделала Арина Эдуардовна, действительно является методом научной новизны, который может использоваться в других исследованиях, может использоваться прежде всего представителями власти. В продолжении, старопромышленный регион рассматривается как, так сказать, отдельная экономическая категория, при этом Арина Эдуардовна показывает неоднородность, многоплановость этой категории, что также, в общем, является значительным вкладом в развитие современной науки. Приводимый в работе базовый алгоритм разработки государственной стратегии ревитализации экономики промышленных регионов, достаточно грамотно хорошо описан и может рассматриваться не только как результат научной работы, но и также как некое руководство к действию для лиц, для организаций институтов, которые заинтересованы в рассмотрении данных регионов и в принятии решений по их дальнейшему развитию. Вместе с тем, любое самостоятельное исследование, конечно же, имеет какие-то недостатки, и сейчас я их попытаюсь сформулировать. Но прежде всего, методологии и дизайн исследования могли быть более продуманными. В диссертационном исследовании практически отсутствуют авторские расчеты, экспертные оценки, выдвижение, проверка, гипотез, что существенно усилило бы доказательную базу исследования. Уже хорошую, но была бы еще лучше. Второе замечание. Во второй и третьих главах диссертационного исследования автор использует многочисленные термины в описании зарубежного опыта ревитализации старопромышленных регионов. Это староевропейская модель государственного регулирования, государственное участие в ревитализации СПР Центральной Европы. Американская государственная политика, азиатская модель государственной политики, латиноамериканская модель экономического развития СПР. Означает ли использование столь разнообразных терминов отсутствие моделей государственного регулирования СПР, например, в странах Центральной Европы или Соединенных Штатов Америки? И, собственно, что автор понимает под термином модель государственной политики? Какими чертами, признаками, возможных характеристиками обладает данная модель? Третье замечание. Изолированное рассмотрение старопромышленных регионов не позволяет соискателю связать развитие проблемных регионов и политику, проводимую государствами или международными регионами в поддержку промышленности. В диссертационном исследовании, в частности, практически отсутствует исследование современной промышленной политики Европейского Союза, ориентированной на возврат материального производства в страны ЕС. Целями вот этой политики, собственно, является создание рабочих мест, рост добавленной стоимости, повышение конкурентоспособности европейских предприятий. А ведь те же самые меры входят и в стратегии ревитализации старопромышленных регионов. Четвертый вопрос. С практической точки зрения было бы интересно сравнить количественные индикаторы государственной поддержки старопромышленных регионов классического и догоняющего типов, а может быть и классического типа, соответственно, и догоняющего отдельно. В частности, автор сравнивает затраты на реконструкцию депрессивных территорий Манчестера, которые уже здесь многократно упоминались в 70-е годы, приведенные в фунтах, стерлингах на странице 63 и в области рура в 2000-е годы, выраженные в евро, тут рядышком совсем, на странице 70. Каким образом можно сравнить, действительно, вопрос такой интересный. Пятый вопрос, автор, наверное, скорее замечания, вольно обращается с географическими терминами, Южная Корея, наверное, все-таки Республика Корея называется, Западная Европа и Европейский Союз неоднократно попадают в раздел стран, а не соответствующих регионах, так далее. Ну и в качестве пожелания, можно было бы высказать включение в дальнейшие исследования автора изучения так называемых ловушек среднего дохода как форму появления старопромышленных регионов догоняющего типа, особенно в азиатских странах. Именно в этом регионе собственно ловушка-то и в последнее время диагностируется. Спасибо за внимание. А, да, еще самое главное забыла, извините. В целом диссертация выполнена на высоком уровне, она полностью соответствует основным требованиям, установленным приказом от 1 сентября 2016 года за номером 6821 дробь 1 о порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете. Ее соискатель Арина Эдуардовна Мордвинова заслуживает звание степени кандидата экономических наук по специальности 082014 мировая экономика соответствующие пункты 9 и 11 указанного порядка соблюдены. Спасибо за внимание. Арина Эдуардовна, Вам возможность ответа. Спасибо большое, Елена Глебовна, за Ваш отзыв. Остановлюсь на некоторых выделенных Вами аспектах. В первую очередь в порядке разъяснения авторской оппозиции хотела бы отметить, что выделенные Вами синонимы в названиях параграфах используются для устранения дублирования слов и их применение не означает отсутствие соответствующих моделей государственной политики в отношении СПР в США и странах Центральной Европы, например. Также под моделью государственной политики в рамках исследования понимается упрощенная схема целенаправленных действий органов государственной власти по решению проблем старопромышленных регионов. В данном случае характеристиками модели выступают ее элементы и в качестве элементов такой модели могу выделить это субъектов, то есть разные органы власти и бизнес. Иногда к этому процессу, как показало исследование, подключаются также университеты, научно-исследовательские центры и так далее. Объект в широком смысле старопромышленный регион в целом, в более узком объектам выступали отдельные отрасли или отдельные предприятия даже. И третий элемент это инструменты, которые используются при реализации данной политики. По поводу вопроса, касающегося наднационального уровня, я сегодня уже отвечала, с вашего позволения не буду возвращаться к нему. И также принимаю безоговорочно ваши замечания по поводу недостаточного оценки количественных индикаторов в работе. Я уже сегодня говорила, что отчасти это осложнено продолжением политики ревитализации в догоняющих СПР, то есть пока не сформировались моменты, которые можно обратить внимание во многих странах, где сосредоточен догоняющий СПР. В целом, научные работы по проблеме данных СПР появились относительно недавно, как я уже говорила, и многие из них базируются на статистическом материале, основанном еще до 15-16 года. Также из-за того, что относительно небольшой период прошел после их спада, только началась политика их ревитализации, это пока не позволяет провести комплексную оценку эффективности данной политики. Плюс я рассматриваю данный аспект оценки эффективности государственной политики как значительное возможное продолжение дальнейших исследований, в том числе в контексте уже озвученного сегодня возможного деления старопромышленных регионов на сырьевые и индустриальные, то есть было бы интересно оценить эффективность государственной политики в таком разрезе тоже на будущее. Также по поводу аспекта касающегося ловушки среднего дохода как возможной причины спада в СПР догоняющего типа, я соглашусь с вами, что она может быть одной из причин, но как уже сегодня говорила, анализ причин не входил в задачи исследования, но я с удовольствием с вашего позволения принимаю данный аспект для последующего изучения, тем более в контексте множества озвученных сегодня идей, которые позволяют иначе взглянуть на причины появления старопромышленных регионов в мировой экономике, и я считаю, что многие аспекты следует рассмотреть детальнее в последующем. И последний блок вопросов составили замечания, касающиеся методологии, дизайны исследования, неточности в использовании географических терминов, я приношу извинения за данные неточности и постараюсь исправиться в последующих научных трудах. Спасибо. Спасибо большое за ответы на вопросы и комментарии. Уважаемые коллеги, члены диссертационного совета, все ли удовлетворены ответами Арины Эдуардовны? Да, коллеги. Я так смотрю, что члены диссертационного совета, которые с нами работают в удаленном режиме, тоже не задают каких-то вопросов. Ответ положительный в таком случае. Я предлагаю перейти к следующей части нашего регламента. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы присутствующих в зале слушателей. у нас нету, но я хотела бы поинтересоваться, поступили ли по электронной почте вопросы. Никаких вопросов нету, поступивших по электронной почте. Поэтому переходим к следующему этапу нашего регламента. Это выступление научного руководителя Мальцева Андрея Александровича. Андрей Александрович, вы готовы? Пожалуйста, вам три минуты на выступление. Еще раз добрый день. Невероятное волнение, хотя далеко не первый выпускник, но тем не менее, если можно в это определенное время, буквально пунктирно три момента. Если можно, начну с искренней благодарности Санкт-Петербургскому государственному университету, за ту возможность представления действительно непростых, сложных, но тем не менее самостоятельных, выношенных и выстроенных исследований на рассмотрение высокого научного собрания. я бы искренне признать ВНВЛ и руководству, которое утверждало все проектные решения, и тем сотрудникам, которых здесь нет, они за кадром, я имею в виду и Наталью Александровну Степанову, всегда оперативно помогавшую соискателю, и тех людей, которые обеспечили проведение сегодняшнего заседания, видеоинженеры, к сожалению, не знаешь имени отчества, переводчиков, синхронистов и так далее. Во-вторых, не могу не выразить слов благодарности членам диссертационного совета Елене Глебовне, Елене Михайловне Талии Анатольевне, Леониду Борисовичу и профессору Талиюшу Стриякевичу за участие в сегодняшнем заседании. Нахожу исключительно сильным решением Санкт-Петербургского Госуниверситета о включении в состав диссертационных советов иностранных специалистов, особенно такого высокого уровня, как сегодняшний наш польский коллега, потому что это не столько украшения, сколько, наверно, и украшений, и усиления, верификация той компетентности и профессионализма знаний, которые утверждают своим решением диссертационный совет. И последнее могу совершенно определенно сказать, зная соискателя со студенческой скамьи, его невероятную работоспособность, ответственность, самостоятельность, что те замечательные идеи, которые сегодня были высказаны в этой дискуссии, мне очень понравились эти подсказки, замечания профессора Стриякевича, необходимости безусловно в последующем встраивании концепции К-циклов Николая Дмитриевича Кондратьева в теорию СПФ и креативная индустрия, о которых говорил, возможности ревитализации, потому что на Ураль уже пошли такие примеры, вот как глубоко здесь проникают эти идеи, возможно, это послужит точкой отсчета для расширения, так скажем, уральско-польского сотрудничества в этой области в лице сегодняшнего соискателя и польской школы, которую возглавляет профессор Стриякевич, и идея ловушки среднего дохода Елены Ехимовны. Я искренне признателен за это обсуждение и за участие. Спасибо. Андрей Александрович, большое спасибо за ваши теплые слова. Коллеги, есть ли еще у кого-то желание высказаться среди членов диссертационного совета присутствующих? Нету, да? Наталья Александровна, а есть вопросы поступившие только что по электронной почте? Так, и вот, так сказать, вопросы не поступили. Хорошо, давайте тогда перейдем от, так сказать, дискуссии, так сказать, и ответов на вопросы, так сказать, к процедурным делам. Есть ли у членов диссертационного совета и соискателя какие-то замечания или вопросы по процедуре ведения заседания, в том числе связанные с режимом удаленного доступа? Вопросов и замечаний у меня нет. Присутствующих нету. Уважаемые члены диссертационного совета, кто находится в удаленном доступе, сказать, у вас есть замечания? Нет, какие замечания? Все хорошо. Хорошо, спасибо большое, спасибо. Ну и, так сказать, теперь переходим к следующему пункту регламента, это голосование. сейчас по московскому времени 17 часов 4 минуты. Уважаемые коллеги, у нас есть возможность перед началом голосования объявить перерыв для обсуждения результатов защиты при отключенном звуке трансляции. Как вы считаете, нужен нам такой перерыв для обсуждения результатов защиты? По-моему, все очевидно. Да, согласна. Тедорож, нужно нам обсудить. Хорошо, спасибо большое. В таком случае мы продолжаем заседание и переходим к голосованию. Уважаемые коллеги, так сказать, прошу, так сказать, сформулировать свое мнение о диссертации, но прежде всего несколько регламентных вопросов. Все ли мы друг друга видим, слышим, да. Ставлю вопрос о присуждении Мордвиновой Арине Эдуардовне, ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08-2014 мировая экономика на открытое поименное голосование. Напоминаю вам, что решение диссертационного совета по вопросу присуждения ученой степени считается положительным, если за него проголосовало более половины, но не менее трех членов диссертационного совета, участвовавших в заседании согласно пункту 23 порядка Санкт-Петербургского государственного университета. Итак, приступаем к голосованию. Член совета Навродская Наталья Анатольевна, ваше мнение, пожалуйста. Анализ диссертационного исследования. Что? Я коротко поняла. Я за. Спасибо. Крастышевская Елена Михайловна, ваше мнение. Я за. Спасибо. Вардомский Леонид Борисович, ваше мнение. За. Спасибо. Член совета Тадеуш Стреякевич, ваше мнение. Спасибо. Спасибо. Я председатель совета Ефимова Елена Глебовна, мое мнение за. Таким образом, глубоко уважаемые коллеги и гости нашего сегодняшнего заседания объявляю, что из пяти участвовавших в голосовании диссертационного совета проголосовало за пять человек, против ноль, воздержалось ноль. Решение о присуждении Мордвиновой Арине Эдуардовне, ученой степени кандидата экономических наук по научной специальности 08-0014, мировая экономика, принято. Арина Эдуардовна, пожалуйста, вам заключительное слово. Благодарю вас. Прежде всего, хочу выразить благодарность Санкт-Петербургскому государственному университету за предоставленную возможность. Выражаю также искреннюю благодарность и глубокую признательность всем членам диссертационного совета. Ваши комментарии, замечания, вопросы позволили мне иначе взглянуть на исследуемую проблематику и заложили значительное поле для последующего изучения и совершенствования. Также выражаю признательность кафедре мировой экономики Санкт-Петербургского государственного университета под руководством Сергея Феликсовича Сутырина. И также хотела бы поблагодарить отдельно Анатолию Александровну Степанову за профессиональную работу организационную и своевременные и полные ответы на все возникающие вопросы. Хочу выразить особую благодарность своему научному руководителю Мальцеву Андрею Александровичу за неоценимый вклад в развитие данного исследования и всестороннюю поддержку на всех его этапах. Мне несказанно повезло работать под Вашим руководством. Спасибо большое. Спасибо большое. Заседание объявляется закрыто. Я благодарю всех за участие в данном мероприятии и прошу отключить прямую трансляцию заседания. Спасибо. Спасибо вам. До свидания.